Музыка Сидит, сидит, ждет ребенок. Разрешение ждет кушать. Господи, терпит ведь, а? Посмотрите, что делается. Какой воспитанный мальчик. Да. Можно. Можно. О, как. Четыре месяца. Что? Кто-то ест, а кто-то сидит, поглядывает сверху, да? Ты моя красавица. Такая девушка неприступная. Да. Правда, кошка, которая живет сама по себе. Тайгуша. Тайгуша. А кто это тут сидит в домике? Да что ты? Что такое? Что случилось? Ну? Ну, сел и так подскулил. Чего ты? Ну, ты раз. Столько звуков он издает вообще. Морчу. Да-да. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро в Питере. Наконец-то я доехала. Девчонки, как я устала. Почему-то за эту поездку. Сутки в поезде. Я так всегда любила в поезде ездить. Но тут что-то я прям устала. Ну, во-первых, дяденька купил билет на верхнюю полку. А из-за своей полноты и уже, скажем так, пенсионной неуклюжести залезть туда не может. И он весь день просидел у меня на нижней полке. Мне не лечь, ничего. А чувствовала я себя не очень хорошо. Прям не очень. По всяким разным причинам. И, в общем, я ужасно устала. Но приехала к своим родным людям. Выспалась. И сегодня, как малосольный огурец. Мама приехала. Борщ готовит. Надо завтра отмыть плиту. В Мурманск приезжаешь, моешь все. Сюда приезжаешь, все моешь. А что им некогда? Они носятся, работают. У кого дети, у кого кот с собакой, у кого что. Саша приезжает в 11 часов с работы. Ну, да, борщ у меня получился. Ложка стоять будет. Как положено. Белье стирается. Да, там мое белье стирается. Эта самая куртка. Она же у меня почти белая. А в поезде, вот, кажется, чисто. Но угваздываешься, как не знамо как. Я вот чихаю от пыли. И куртка прям все рукава вот эта. Я же выходила на улицу сколько раз. Одевалась, раздевалась. В общем. Пришел голос мой, услышал, да? Да он-то. Ездили сейчас на рентген. Чего-то вчера захромал. Захромал. Ну, они вчера с собаками днем играли. Может, ну, в общем, короче говоря, съездили на рентген. Ой. Перелома нет. Ну, в субботу поедут к ортопеду. Да, мой золотой. Да. Вчера вечером, ну, я спать легла. Он залез и в ногах у меня улегся. А потом начал тихонечко скулить. А почему скулил? Потому что боится с кровати спрыгнуть. Да. Да. А понял, что спит-то не со своими мамой и папой, а с чужой бабкой. Ну, да, мой хороший. Да. Да, вот надо и полы помыть. Но это завтра. Я сегодня очень устала. Это я вот ездила на Абраксин двор. Да теперь полдня вот это разбираюсь с этими бусинками. Ой. Так, а это у нас что? Пакет, а это лук. Брать надо. Вот. Но про Абраксин двор получится у меня отдельное видео. Потому что иначе будет очень... Ой, сейчас отнесу. Очень длинное. Поглядывает так на всех сверху вниз. Да? Любимое место. Вот седает она тут. А я хочу вам показать, что меня тут ждало из фурнитуры. К сожалению, ссылочки я вам не могу сделать. Потому что не я заказывала. Но покажу хотя бы. Что нас впереди ожидает. Из чего сделано будет. Вы уж извините, я на полотенчике показываю. Саша на работу уехала. Ну, я не буду тут рыться искать. Вот. Ну, я быстренько. Так, рамочки для бусин. Вот такие. Много их тут. Вот. Бусинки вот такие. Наверное, по 8 миллиметров. Со всякими стразиками. И внутри они полые. Понравились мне такие симпатичные. Вот такие бусинки. Я их уже заказывала много раз. У меня осталось, но немножко. И мне вот я еще дозаказала. Вот такие под серебро рамочки для бусин. Квадратненькие. Ну, это маловато, конечно. Надо еще заказать. Ну, это я даже распаковывать не буду. Это колечки соединительные. Разных цветов. Я последнее время стала заказывать вот такие овальные колечки. Почему? Сейчас объясню. Так как у них разъем находится посередине. На боку, то есть. На боку. Так как бусины, получается, сверху и снизу крепятся, то меньше шансов, что даже если чуть-чуть вдруг колечко в процессе носки разойдется, то не выскочат эти бусины, крепления не выскочат. Вот. Поэтому вот лучше вот такие колечки, конечно. Особенно на застежку. Нужны овальные. Вот такие рамочки. У меня такие есть. Причем как-то странно. Я заказала. В прошлом заказе у меня было 100 штук. А тут чего-то. Я заказала, видимо, в другом магазине. Меньше. Два пакетика. Но в них входят только маленькие бусины. Совсем. Шестимиллиметровые. Но все равно нужны. Еще рамочки для бусин. Те были квадратные, а те овальные. Я люблю, когда в украшении, особенно сатуар, он длинный, когда в нем разные элементы. Тогда есть на что посмотреть. Это более интересно, мне кажется. И вот, наконец, пришли у меня швензы под золото. А то прям вот никуда беднее. Вот такие вот аккуратненькие, скромненькие. Ну, очень приятные. Очень приятные. Вот у меня их. Тоже в разных магазинах. Два, четыре, шесть. В общем, в одном десять, а в другом четырнадцать штучек. И вот такие вот коннекторы. Рыбки такие, скелетики. Вот здесь под золото и под серебро. Я делала с ними украшения для Лены Баттл. И мне очень понравились они. Они так, знаете, смотрятся современно. Ну, иронично, шутливо, что ли. Не серьезно. Собственно, что мне и нравится. Ну, и последние вот такие вот замочки. Которые мне очень нравятся. Их можно застегнуть без посторонней помощи. Расстегнуть. Ну, и в общем, а я не держится. У меня они есть. Всех цветов. Вот не было только под золото. Но этого мало, надо еще заказывать. Чем я, собственно говоря, тут и займусь. Это я говорю для тех, кто не знает из новых подписчиков, что у нас в Крыму санкции. И не можем заказать на Алиэкспрессе. Нет, кто-то заказывает. Продвинутые айтишники. Не знаю. Они как-то умудряются. Простые люди не могут заказать. Поэтому приходится вот так вот. Вот. Ну, в общем, я этому всему очень рада. Но надеюсь, что я поеду на Апраксин двор. И там найду что-нибудь еще интересного. Так что посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!